клево всем друзья я на рыбалке я на карповой рыбалке сегодня с фидером приехал ловить карпов подготовил за корм на что буду ловить буквально по пачке прикормки в этом зеленая прикормка которую я буду ловить непосредственно на сам фидер а это красная прикормка которой я буду закармливать точки в итоге здесь пачка прикормки и там пачка прикормки приехал половить не был на этом водоеме два года надеюсь рыбку поймаю получу удовольствие на фидер ловить хороших карпов просто кайф даже друзья поехали ну что друзья я подготовил еще нашел где буду ловить буду работать двумя удилищами одно удилище будет стоять подальше но поближе камышу второе удилище будет у меня стоять поближе но подальше ком от камыша как такая зараза которая перекормить невозможно поэтому буду много кормить начинаю с дальнего удилища которая ближе к мыши кормить буду сразу сейчас выложу по 10 кормушек дальнюю точку корню с вот такой красавицы толстушки кормовой за кормушки но что она получилась забил ее и сразу пол килограмм пол пачки прикормки отлично чем мучиться отлично пошла далее тело то что надо выходит из воды кормовая кормушка ужасно они предназначены для выхода цепляется за воду всеми фибрами своей кормушечной души касается туме и пельчик и немножко давленой кукурузы все чтобы карпа хотелось крутиться на точке подольше сидеть кушать а вторую буду дополнительно с кормушкой кидать шары с рогатки небольшие вот такие шарики примерно объем той же кормушки заброс и туда же шарик перелет ну ничего для карпа кормить чисто точку не принципиально плюс-минус даже нормально специально порой кормим вправо влево четко таким образом на ближней дистанции получается двойной за корм так быстрее надо туда ли я за смогу забить только бойлы с рогатки а на ближнюю сбит без проблем даже четверка пятерка пельцем достану подкармливать при необходимости вот это последних два шарика с рогатки заполю ближнюю и все все друзья за корм готов этот водоем по опыту тех годов когда я здесь ездил рыба в этом водоеме немного боится шума и обычно после вот такого массового закорма или как кар боится шума амур наоборот закормил напылил зашел тут же клюет мне интересен карм тем не менее . мне готовы не буду ждать полчаса как обычно приходилось раньше ждать все равно буду заброшу забрасывать сразу ловить буду кукуруза и опарыш посмотрим на что он откликнется если вдруг ему этого будет мало ли еще что-то у меня с собой еще есть всякие пельцы да смогу ловить на волос на пелец пока основа надеюсь будет кукуруза или опарыш работать в это время неизвестно может выстрелить то может то погнали друзья что друзья первая кормушечка пошла ловить придется на солнце но тут ничего не поделаешь она уйдет в сторонку но пока так сожалению снимаю с клипсы леску маркирую ну что первая в бою а вторую одену опарышек как правило карп клюет на что-нибудь одно или будет брать опарыши или будет брать червя моя задача вычислить что это у него сегодня будет где-то вот пучочек такой все отбиваю 10 минут сейчас 640 и через 10 минут перезаброс все нету поклевки первая какая-то поклевочка на опарышек что некрупно кто-то некрупный соблазнился опариком вот друзья а это карась да какой карась я на этом водоеме мне рекордки 800 карась ребят смотрите какой красавец круглый смотрите такой грамм 600 700 точно вот такой первая рыбка на опарышек опа а вот это вот он вот это вот был он но мимо была карповая поклевка на опарыша друзья но вот бац бац и мимо чего-чего то шану начиная рыбка что-то села ребята что-то села кто-то бойки быстрый развернул платформу иначе за солнце просто невозможно на кукурузку кто-то сел а сход сход кто-то была хорошая сход ребята вот кайфанул на мура похоже если честно покровочка на кукурузку он бьется кто-то есть ребята в камыши не идет в камыши не хочу тебя в камыши пускать а тут еще корни деревьев корни камышей здесь и пускать его туда нельзя тут еще камыш передо мной кто это кто это куда-куда-куда рыбка 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 кто это карпик да амурчик амурчик кукурузку скушал есть есть ребята амурчик такой красавец вот 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 мимо мимо что-то сидит небольшое небольшое пойму что-нибудь небольшой или карась красная да карась карась вот этот карась вот 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 такой вот карась келушка точно есть скорее всего побольше еще один карасевич вот такой ребята огромный красавец опять опарыша скушал а смотрите он такой в районе кила уже красавец на парыша кто-то сел кто-то заходил опарыша сразу после перезаброса давай от камышей главное отходи а там мы с тобой справимся с да то Карпик небольшой. Тузик. Тузик небольшой на опарыша. Больше, чем ничего. Вот такой тузик. Такой небольшой. Иди сюда. Картик, походу. Красивый карп у нас загиб. А перед этим, минуты за две, я видел легкое шевеление на точке. Так, не цепляться, не цепляться, не цепляться. Что там, что-то небольшой, да? Карась. Ой, это-то лапоть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна килушка. Во, карасики. Красавец, смотрите какой. Ну, кило точно есть. Просто монстр. Поехал ловить карпов, наловил карасей монстров, да? Поклевка прям карпячья была. А перед этим видел, что на точке какое-то легкое шевеление. То есть какая-то рыбка зашла и тасуется. В этом бах-бах-бах загиб. Это другое дело, не то, что вся кошмака дявка клюет. Сдержать его, сдержать, сдержать. Ах! Клипса, друзья, не смог сдержать. Ловлю на клипсе сейчас. И вот не удержал. Что-то есть на парике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то есть, ребятки. И опять опарыш. Не хочет кукурузку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Карасики хорошие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Очередную лапать гада. Блин. С такими карасями и сазана не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой, друзья, смотрите. А? Да писец. Килушка. Очередная. Вот такой монстряк. А? Ребят, смотрите, очередной монстр. Вот так вот. Хе-хе-хе. С такими карсями и карпа не надо, ребят. Это просто огонь. Смотрите, а? А? Видите, вы красавец. А? О, как урод. Хе-хе-хе. Хе-хе. Да. И на вываживание, как карп. Хе-хе-хе. Замешал другую прикормку черного цвета. И вот на нее, на новой точке, нет-нет, летают караси. Замешал черную прикормку, сместился в сторону, поискал, нашел свалик. И как раз внизу свала встал на новой точке. И вот на ней, нет-нет, влетали караси. Ох, нифига себе. Вот это был красавец карповый загиб. Профессиональный, я бы сказал. Тоже на этой же черной прикормке, на новой точке. Не пойму, что. Карась, наверное, хороший тоже. Скорее всего. Очередной лаптевый карась. Ребят, очередной лапоть карась келушный. Нет, этот поменьше. Этот, наверное, грамм 800. Да, может, келушка. Не, наверное, келлу точно есть. Если не больше, друзья. Ребят, смотрите. Смотрите, какой монстр. Смотрите. Вот это монстряга. Вот это огонь. Взял с лету. Если на карпа я делал прикормку, наоборот, слегка пылящую, то сейчас я специально, с учетом того, что вдруг разловлю карася, сделал черную прикормку и очень тяжелую. Очень тяжелую, липкую и тяжелую, чтобы она минимум пылила. И вот срабатывает. Ребята, срабатывает. Все как положено. О чем я говорил. Карась не любит пылящие прикормки. Карась любит не пылящие прикормки. И вот он клюет. Вот такой. Вот такая черная прикормка сделал. И очень липкая, очень-очень тяжелая. Карасик, походу. Судя по поведению. Походу, карасик хорошенький. Так, камыши-то куда поперто? Камыши не надо. Блин, а. В камыши зашел собака. В корни камыши зашел. И там сошел. В 20 мимо. Сидит, сидит, сидит. Сидит, сидит, все-таки. Сидит, 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 сидит. Пошел просто на меня. Скинет. Куда он попер? И вот он. Карасик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все тут же карасик. Класс! И поклевки, как будто карп саживается. Ребятки, смотрите, вот это да, вот это карп, караси. Фух! Очередная красотуля. Вот он, ребятки. Вот он. Да, это кайф, таких карасей ловить. Ну, таких бы на маховую половить. Но он чуть дальше стоит, надо метра восемь удочка минимум, чтобы достать. Ну что, ребята, покайфовал я, половил вот таких красавцев. Получил штук шесть-семь карповых поклевок. Две из них реализовал. Значит, это был карпик небольшой, в районе кила, и Амурч на двушку, который не захотел фотографироваться, и из рук перед фотосессией сбежал домой в воду. Остальные поклевки. Одна была на клипсе, еще один сход, и несколько заходили в корни камышей, и сходили. В общем, в принципе, карп бастовал. Для этого места, для этого времени года, клева практически не было по карпу. Но зато благодаря этому клевали вот эти монстры. Вот эти вот красавцы. Ребят, и полтора десятка вот таких красавцев. Это просто огонь, друзья. По поклевке, по сопротивлению, как полторушка карп. Просто огонь. В самом начале, когда вот он подсек, и по ощущениям не можешь понять, карась это или карп сел. А то его надо было сдержать. Он просто кайфовал. Ребята, ну просто давно я таких не ловил. Кайфанул по полной. Даже скажу спасибо карпу, что ты бастовал и не клевал. Значит, вот эти красавцы и карпы. Все поклевки были только на опарыша. Кукурузу и червь игнорировали. Пробовал пылики, бойлы. Все пробовал. Ноль полный. Работал исключительно опарыш. И вот такие вот красавцы. Просто красавцы. Просто огонь карасей. Ну что, ребята. До новых встреч. До встречи на воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова